11 апреля в Нижнем Тагиле прошла областная акция Марш Знамени Победы, посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, 8 мая 2013 года в ходе торжественного собрания, посвященного 68-й годовщине Победы, губернатор Евгений Куйвышев торжественно вручил копию знамени областному совету ветеранов. В акции приняли участие делегации 12 муниципалитетов округа и трех административных районов Нижнего Тагила. Ратный и трудовой подвиг каждой территории – неоценимый вклад в общее дело Великой Победы. Под этим знаменем наши отцы, деды, а может для юного поколения и прадеды добыли великую победу, победу над фашистской Германией, которая пыталась поработить наш советский народ, сделать из нас, так сказать, подданных, рабов и тому подобное. Если мы этого не сделаем, не передадим эстафету, так сказать, памяти о Великой Отечественной войне, грош нам цена. Я была ребенком, но когда по радио объявили, что войны конец, вы знаете, люди не только выбегали, а выскакивали на улицу, и все поздравляли, и вот действительно это был праздник со слезами на глазах. В Новоуральскую делегацию входили представители ветеранских и общественных организаций, учебных заведений, воспитанники военно-патриотических клубов, руководители городской администрации. Собравшихся приветствовал глава горнозаводского управленческого округа Михаил Ершов и официальные гости. У нас сегодня знаковое событие. Впервые в истории города, входящие в состав горнозаводского управленческого округа, имеют возможность прикоснуться к одной из святынь нашего государства, к знамени победы Великой Отечественной войны. Тысячи жителей Нижнего Тагила, Невьянска, Куршвы, Верхние Туры, Верхние Нижние Салды, Кировграда, Верхнего Тагила, Пригородного района, поселка Верхневецк в первые же дни войны ушли на фронт. Огромный вклад городов в победу. Меньше месяца осталось до знаменательной даты 70-летия Великой Победы. Благодаря миллионам человеческих жертв на фронтах войны, в глубоком тылу, в осажденном Ленинграде, усилянам, мы имеем возможность в таком формате встречаться благодаря рядом с живущими с нами участниками Великой Отечественной войны. По внешнему виду знамя Победы – это изготовленный в военно-полевых условиях импровизированный государственный флаг СССР, представляющий собой прикрепленное к древку красное полотнище, на лицевой стороне которого вверху у древка изображены серебряные пятиконечные звезда, серп и молот, а на остальной части полотнища надпись белыми буквами в четыре строки. 150-е стрелковое ордена Кутузова 2-й степени Идритская дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. И несмотря на то, что это копия знамений для участников войны, узников концлагерей, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и многих других – это ценнейшая реликвия. Это святыня, это все равно, что привезли как-то Николая Чудотворца. Или другие знаменитые иконы – это тоже своего рода икона. Вот, ой, это большое дело. Это напоминает или дает нам еще возможность еще раз вспомнить о тех великих победах, которые одержала наша советская армия в ходе тяжелейшей войны, которая была навязана нам фашистской Германией. Очень важно, потому что я пол Европы прошел с оружием, освобождал Варшаву, Берлине, закончил войну. И наше знамя воздрузили на третьей имперской канцелярии и над Брендбургскими воротами 5-й ударной армии. И наш командующий был первым комендантом Берлина. Николай Растович Берзарин. 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Жаль, что сейчас это искажает день победы. Это просто обидно. Особенно жаль наше братство Украину. И нас знамя, это значит, как символу победы, да? Мы как узники. Он узник, и я узник. И сегодня у нас день. День освобождения узников. И мы очень этим гордимся и благодарим, что нам такую оказали честь и приглашение. Счастье мы лишь так сказать, правда? Все могли сфотографироваться на фоне знамени и получить официальные сертификаты участника марша знамени победы. Все собравшиеся подчеркивали значимость этой патриотической акции. Победа ковалась абсолютно всеми городами. Металлурги давали сталь. Машиностроители изготавливали снаряды. Сельские наши районы сутками работали для того, чтобы собрать хороший урожай, чтобы накормить армию. 32 военных госпиталя действовало на территории Горозаводского управленческого округа. Медики, в основном это были женщины, тоже сутками работали для того, чтобы побыстрее в строй ввести раненых бойцов, чтобы они быстрее вернулись на фронт. Ну, я должен сказать, что более молодые наши города, Новоуральск, который появился уже позже, но они на сегодняшний день, Новоуральск это основа ядерного щита нашей Российской Федерации. Это уникальное мероприятие. Аналогов такого мероприятия не было и нет в Российской Федерации. Эта инициатива была предложена Общественной палатой Российской Федерации. Эта акция стартовала в Свердловской области и впоследствии будет стартовать в других регионах России. И вот точка старта была выбрана не случайно. Это город Нижний Тагил. Делегация Новоуральского городского округа была одна из первых приглашена для фотографирования у Знамени Победы. Поэтому для нас это на самом деле большая честь, это очень важно. И вот та молодежь, эти ветераны, которые сегодня принимали участие в этом мероприятии, это все-таки те традиции, которые надо поддерживать, сохранять и развивать. Возле Знамени был выставлен почетный караул крусантов и кадетов военно-патриотических клубов Горнозаводского округа. Для меня, как для кадета, это очень много значит, что знамя привезли в Свердловскую область. Многие мои предки служили, воевали в Великой Отечественной войне. Это почетно, то, что именно Нижний Тагил, именно Курнозаводской управленческий округ открывали марш Знамени Победы в нашей области. И для нас это много значит. И вообще это мероприятие достаточно значимо для всей области и для ветеранов. Для меня Знамя Победы – это не просто, вот как сегодня было озвучено, не просто копия. Это действительно самый настоящий символ, символ героизма, символ мужества целого поколения нескольких народов СССР, которые соединились и защищали свою страну. Россия – это великая, сильная страна. Спасибо деду за победу. Акция действительно получилась очень патриотичной. Собрались представители ни одного поколения и ни одной войны. Испытал, конечно, трепет, трепетное волнение, потому что действительно такое историческое событие, ну, наверное, раз в жизни бывает. Потому что до этого видел только на картинках и по телевизору Знамя Победы. А здесь оно действительно прикоснулся к истории. Ну, и, конечно, вот сегодня посмотрел молодежи, было очень много, из патриотических объединений. Я считаю, что это все-таки вот на самом деле есть приветственность поколений, о которой мы говорим все время. Что на одной сцене в одном месте собрались и ветераны боевых действий, и ветераны Великой Отечественной войны. И труженики тыла, концлагерей, узники, и молодежь, вот именно, которую мы воспитываем вот в том духе боевом. За несколько дней акция охватит 8 уральских городов, где производили оружие и технику для армии. Финальной точкой марша станет Екатеринбург, куда знамя прибудет 26 апреля. Еще одна копия стяга Великой Победы была отправлена на Международную космическую станцию. Полотно сделали в Калуге, на родине основоположника современной космонавтики Циолковского. Ракета «Союз» уже пристыковалась к МКС, она украшена эмблемой 70-летия Победы и Георгиевской лентой. На борту также имеются образцы формы родов войск СССР 1945 года, в которые космонавты облачатся 9 мая для записи видеопоздравлений. Таким образом, знамя, выдруженное военнослужащими Красной Армии, украинцем Алексеем Берестовым, русским Михаилом Егоровым и грузином Мелитоном Кантаре в Берлине 1945 года, побывает в разных уголках мира и в космосе. Знамя Великой Победы будет реять над всем земным шаром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова